Добрый день, друзья! Быстрые, но при этом вкусные рецепты десертов должны быть под рукой у каждой хозяйки. Сегодня я предлагаю сделать интересный и легкий в приготовлении торт творожный домик. Просто полезно и вкусно! И ничего не надо печь! Для приготовления десерта нам понадобится 600 грамм творога. У меня 9%. К нему всыпаем 4 столовые ложки сахара, чайную ложку ванильного сахара, а также кладем 100 грамм очень мягкого сливочного масла. Пробиваем все блендером до однородного состояния. У нас должен получиться нежный и вкусный творожный крем. Еще одним важным ингредиентом является песочное печенье. У меня это топленое молоко. Оно должно быть обязательно прямоугольной формы. Печенье обмакиваем в теплое молоко. Приблизительно 40 градусов. Печенье обмакиваем с двух сторон. Таким образом оно пропитывается, становится мягким и не будет съезжать с фольги. В итоге у нас должно получиться 5 рядов по 3 печенья в каждом. Распределяем творожный крем по равномерным слоям по печеньям. Его, кстати, можно сделать шоколадным, добавив какао или растопленный шоколад в творог. Чтобы десерт был еще более интересным и по вкусу, и внешне в разрезе, я в центр кладу 2 банана. Вместо бананов можно взять крупную клубнику. Бананы слегка придавливаем. И теперь приподнимаем и соединяем два края вместе. Печенье складывается и у нас получается домик. Заворачиваем фольгу с двух сторон. Сверху десерт также прикрываем фольгой, чтобы он не заветривался. И ставим его в холодильник на 1,5-2 часа. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что на следующий день десерт получается еще вкуснее. Крем стабилизировался. Десерт хорошо охладился. Он стоял у меня в холодильнике 1,5 часа. Теперь разворачиваем фольгу и переносим аккуратно десерт на противень или тарелку подходящего размера. Торт легко отклеивается от фольги и не деформируется. Украшать торт я буду растопленным шоколадом с помощью кондитерского мешка. Вот такими произвольными движениями я наношу растопленный шоколад на всю поверхность торта. Он стекает небрежными линиями и получается, на мой взгляд, очень красиво. А сверху шоколад я присыпаю кокосовой стружкой. Можно и измельченными орешками. Посмотрите, какая красота у нас получилась. А самое главное, что на приготовление торта мы потратили буквально 10 минут, не считая времени, которое он стоял в холодильнике. Я в этот десерт влюбилась с первого кусочка. Он получается мягкий и нежный. А творожная начинка мне по вкусу напоминает глазированные сырки. В общем, обязательно пробуйте приготовить сами. Я уверена, что такой тортик вам тоже очень сильно понравится, как и мне. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. А я желаю вам удачи и отличного настроения. Скоро увидимся! С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Субтитры сделал DimaTorzok